Продолжение следует... Чтобы себя исцелять, для начала, в принципе, вы должны как минимум находиться в ровном, спокойном состоянии. В том состоянии, когда ваша энергия не транжирится на какие-то второстепенные, бессмысленные вещи. Это может быть доброжелательное состояние, это может быть легкое, это может быть удушевленное состояние. Либо это ровное, спокойное состояние, либо это позитив. Позитив такой без истерики. То есть, благожелательно-позитивное состояние пробуждает нас энергию преображения. Когда вы будете чем-то серьезным заниматься, что-то будете практиковать, например, кундалини, вылиться, гун. Там обычно приходит состояние спокойствия глубокого. Это спокойствие глубокое, в дальнейшем приводит к более глубокой концентрации и переживанию более тонкого ощущения действительности. Рассказ про более тонкое ощущение действительности практически бесполезно. Это нужно пережить. Одно из таких переживаний действительности обычно называют, ну, на Востоке называют нирваны, там, алисатори. Этих состояний есть несколько градаций. Есть разная глубина восприятия. Есть, скажем так, глубина усваивания. Это состояние на уровне души, на уровне подсознания. Ну, это отдельно взятый разговор. В целом, если говорить вообще про состояние, то есть два позитивных состояния – это водушевление, то есть позитив, либо спокойствие. Вообще более тонкое состояние – это состояние глубокого спокойствия и глубокого равновесия. Представьте, что океан на десятки тысяч километров, он абсолютно спокойный. Из этого состояния, в идеале, нужно работать со всем остальным. Когда вы будете чем-то очень серьезным заниматься, вы будете вынуждены выходить в это состояние. Просто у каждого глубина этого состояния разная. Чем у вас больше жизненной энергии, чем у вас более чистые каналы, чем больше вы, скажем так, правильно ориентированы на золотой путь, тем у вас это легче будет получаться. Ну, я не буду говорить про питание, которое может этому помогать и которое может это блокировать. Не буду рассказывать уже историю про то, что кусочек мяса может закрыть ваш канал энергетический. То есть много чего этому помогает и много чего этому мешает. Чем вы в более естественном состоянии находитесь, тем вам будет легче это делать. В идеале это спокойствие, глубокое спокойствие. Ну, как минимум, это состояние воодушевления, позитив. Ну, позитив без истерики, чтобы энергия у вас не брыжила, а двигалась в заданном для вас направлении. То есть направлении, в котором вы практикуете. Чтобы ответить на вопрос, что способствует наработке данного состояния, я еще раз повторюсь, у нас есть замечательное видео, оно называется «Хочу стать магом. Разумное человечество». Если наберете на видеоканаль на YouTube, Ригорий подробно рассказывает о пути, который он прошел для того, чтобы научиться интерпретировать язык света в язык людей. Редактор субтитров А.Семкин